За первый квартал 2020 года количество кибермошенничеств в России увеличилось практически вдвое, а их удельный вес достиг почти 1,5 от общего количества совершенных в стране преступлений. Представляем вашему вниманию сразу несколько историй жертв телефонных аферистов, которые маскировались под сотрудников банков. Звонящий знал многое о самой Ольге и о ее финансовых делах. Звонящему удалось убедить девушку, что с ней разговаривает неравнодушный сотрудник безопасности банка «Хомкредит». Доверчивая девушка назвала шесть кодов, которые ей пришли с номера банка. Этого оказалось достаточно, чтобы мошенники оформили на нее два кредитных договора на общую сумму в 115 тысяч рублей. Причем средства были переведены на карточку постороннего человека. Так Ольга Ушакова залезла в долги. Поняла обман она сразу после завершения разговора по телефону и тут же набрала номер горячей линии банка. Я позвонила, говорю, девушка, вот такая ситуация. Она говорит, да, на вас оформили два кредита, 99 и 15 тысяч. Я говорю, я их не оформляла, ну, пожалуйста, примите мне заявку, аннулируйте их, это мошенники. Вот, меня приняли эту заявку и сказали, обращайтесь к правоохранительным органам. Я поехала в полицию. Полиция возбудила уголовное дело, а «Хомкредит» так и не аннулировал договоры, самоустранившись от решения проблемы. В такую же передрягу, но с куда более тяжкими последствиями попал и учитель английского языка Артем Ищенко. Для него все началось точно так же с входящего телефонного звонка от якобы сотрудницы того же банка. Девушка назвала все мои данные, паспортные данные, имейл, телефон и сказала, у вас онлайн-кредит на Жихареву какую-то, какую-то. Я говорю, знаете, я такой женщины не знаю. Звонящая предположила, что заявку могли оформить мошенники и рекомендовала отменить операции. Для этого нужно было назвать пару кодов из СМС. Артем поддался на эту уловку. Потому что они все знали обо мне. Какие у меня карты, ключевое слово. Ну, не знаю, я поверил, что это сотрудники банка. На следующее утро Артем Ищенко отправился в офис «Хомкредитбанка», чтобы расторгнуть договоры. Однако было уже поздно. Учитывая новые кредиты в 700 тысяч рублей и другие обязательства перед банками, ежемесячный платеж у него отнимает больше половины учительской зарплаты. Сами же кредитные средства ушли постороннему человеку. Мы все привыкли делать по интернету. Покупки сейчас мы делаем это. Но никогда не попадались. А вот здесь раз и два кредита. На запрос программы «Прецедент» пресс-служба ответила не сразу, неохотно и не по существу. Банк принимает все необходимые меры для защиты персональных данных своих клиентов. А их утечек и вовсе не было, пояснили нам в «Хомкредит». С января по апрель количество IT-преступлений выросло в России на 84% по сравнению с прошлогодним периодом. В подавляющем большинстве случаев пострадавшие сами причастны к своей беде, допустив ошибки при общении с мошенниками. В первом квартале 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 865 краж с банковских счетов, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Самый распространенный способ совершения и хищения денежных средств с карт граждан – это побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием. Надежда на то, что злоумышленников полицейские найдут, довольно призрачна. Еще менее вероятно, что похищенные кредитные деньги удастся вернуть. Поэтому лучшей защитой от мошенников является финансовая грамотность, цифровая гигиена, критический взгляд на входящую информацию и насторожность при общении с незнакомцами. Необходимо знать, что при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с картой. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин